Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей этого дня в студии Марина Павлова. Блокада Крыма на трех пунктах пропуска мертвым грузом простаивает около 10 тысяч тонн продукции. Никакой проблемы на самом деле-то нет. Более бессмысленной, бестолковой акции я не видел. Но эти люди на другие не способны, я лично их знаю. Быть или не быть в парковке возле Дворца пионеров в крымской столице. Этот шаг показывает, что кому-то абсолютно наплевать на самое младшее наше поколение. Республика Крым на данный момент обеспечена продовольствием и товарами первой необходимости, полностью заявляет Министерство промышленной политики. Хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, колбасные изделия, мясо и мясопродукты заводятся в торговые сети согласно графику и в достаточном количестве. Торговые предприятия Крыма работают в штатном режиме, активно заключая договоры о поставках с производителями продуктов питания из других регионов РФ, а также с товаропроизводителями Крыма. За две недели российские товары в Крыму полностью заменят украинские, сообщил Сергей Аксенов. Тем более, что украинских товаров на прилавках находилось всего 5%. Главы республики считают, что так называемая продовольственная блокада Крыма направлена прежде всего против жителей самой Украины. У всех сетевиков давно заключены контракты с сельхозпроизводителями Крыма Российской Федерации. У нас полностью подготовлены все площадки для ярмарков сельхозрайонов, для того, чтобы крымские сельхозпроизводители могли сбывать без проблем продукцию, а, соответственно, граждане доступ имели к более дешевому продукту. То есть никакой проблемы на самом деле-то нет. Более бессмысленной, бестолковой акции я не видел. Но эти люди на другие не способны, я лично их знаю. На мой взгляд, цель этой акции занять от безделия своих националистов, которые в палатках отдохнут, отъедятся, водки вечером им нальют и так далее. То есть все будут нормально себя чувствовать. Чем бы дитя не тешилось, либо не плакало. Пытаются отработать уже те деньги, которые были годами вложены в этих бездарных лидеров, которые пытались позиционировать себя лидерами Крыма, лидерами отдельных народов. И, конечно, американский госдеп требует одних каких-то действий. Они ни на что другое не способны. Вот только создавать такой публичный фон определенный, который в первую очередь, на мой взгляд, ударит только по сельхозпроизводителям Херсонско-Николаевско-Запорожских областей. И, в первую очередь, будет негативный эффект у граждан Украины. Я лично думаю, что все это вызовет в том числе ответную реакцию у жителей, проживающих на территории Херсонской области, которые исторически и традиционно имели связи с крымскими рынками поставок продовольствия. Поэтому, на мой взгляд, еще раз говорю, все это направлено только против своего народа. Напомню, в воскресенье активисты во главе с Мустафой Джемилевым, Рефатом Чубаровым и правым сектором начали так называемую продовольственную блокаду Крыма. Предлагают устроить рынок на границе. В настоящее время движение грузовых автомобилей с Украины в Крым не осуществляется ни на одном из трех пунктов пропуска. Там заблокированными остаются около 10 тысяч тонн продукции. В Крыму вплотную займутся разработкой стратегии социально-экономического развития. Для этого на полуострове создали региональное отделение Вольного экономического общества России. В него вошли ученые, политики и общественные деятели. Сейчас первоочередная задача для них – закончить процесс адаптации крымских реалий к российской правовой системе, а затем, проанализировав республиканский опыт, на государственном уровне помочь упростить бюрократическую систему получения различных разрешительных документов для предпринимателей и инвесторов. Крыму трудно приспособиться к новым правилам. Но скорость изменений, сегодня наращивание нормативного регулирования ставит в тупик даже регионы с наиболее развитым деловым климатом. И если крымское отделение сможет нам сделать анализ с точки зрения опыта переходного периода нашей нормативной базы, регулирующей хозяйственные деятельности, я думаю, что было бы очень полезно. Свежим взглядом посмотрели на условия ведения бизнеса, на условия привлечения инвестиций. И, конечно, понимаем, что очень много нам в этом направлении следует делать. Еще колоссальные возможности сегодня есть и для госсовета, и для совета министров выйти с инициативы для того, чтобы сместить эти препоны. Быть или не быть автомобильной парковки у Симферопольского дворца пионеров. В пятницу городадминистрация там начала подготовку участка к строительству. Вывела технику и рабочих, но в происходящее вмешались жители города, которые выразили свое недовольство происходящим и потребовали от муниципальных служащих объяснений. Вместе с горожанами в ситуации попыталась разобраться и наша съемочная группа. Будущая парковка у Симферопольского дворца пионеров – палка о двух концах. С одной стороны городадминистрация, в задачи которой входит оптимизация дорожного движения в крымской столице. С другой – родители, вполне обоснованно переживающие за безопасность своих детей. Они выходят с дворца пионеров, они эмоционально возбужденные, перевозбужденные. Они бегут, они не видят ни тех машин, которые заезжают, выезжают со стоянки. Родители точно так же игнорируют этих детей. Именно поэтому я не хочу, чтобы здесь была эта стоянка. Дворец пионеров расположен и так, в окружении очень оживленных дорог. Дети выходят разгоряченные из дворца пионеров. И нужно понимать, что вот эта небольшая микроскопическая зеленая зона, которая была здесь, вот до сих пор она пока что остается, это единственный буфер, который между детьми и машинами, дорогами. Хотя есть и те, кто напротив поддерживает инициативу, проявленную городом. Им парковка нужна. Мое мнение, что стоянка нужна, хотя дети вроде тоже не нужна, но не мешало бы, потому что подъехать, здесь очень неудобный подъезд, этот самый, ну как, негде припарковаться. Я думаю, что хорошо, потому что за детьми просто будет удобно и хорошо встал на стояночку, пришел за ребенком и без проблем будет. А с другой стороны говорят, что зеленая зона меньше станет. Ну, зона тут не очень-то много, деревья тут не убирается. Все же будет как стояло, так и стоять. Будет тенек, и будет удобно, и будет все хорошо. В городадминистрации, в свою очередь, уверяют, деревья при строительстве парковки трогать не станут. Вопрос вынесли на обсуждение с общественностью. Начальник департамента городского хозяйства Олег Сальцин встретился с жителями города в актовом зале дворца пионеров. И в качестве аргумента в пользу строительства напомнил собравшимся о данных статистики, которые говорят о том, что всего за несколько лет количество автомобильного транспорта в столице полуострова выросло со 150 до более чем 350 тысяч единиц. Стоят пробки. Проблема в том, что дорожное полотно города очень узкое, строилось в 70-60-е годы, когда в городе насчитывалось в 75-м году по статистике 5 тысяч машин в городе Симферобля. Сейчас 350 тысяч. Практически в 12-13 раз. Машина должна встать, высадить пассажира. За ней становится весь поток машин. Город стоит. Одна из причин – это отсутствие парковочных мест из-за изданных карманов. Правда, сойтись на одобрение большинства граждан Сальцину так и не удалось. Тем не менее, администрация парковку все-таки собирается строить. А представители общественности вынесут вопрос на дополнительное обсуждение. Егор Петрунин, Виталий Голубев, служба новостей и ТВ. Хлебом и солью сегодня встречали в Симферополе делегацию из Волгоградского края. Дружба между Симферопольским районом и поселениями центральной части России теперь получила официальный статус. Сторону подписали договор о сотрудничестве двух муниципальных районов, а также шести сельских поселений. Опыт совместной работы в сфере культуры у них уже был. Волгоградские коллективы принимали участие в фестивале «Крымские тулумбасы». На очереди обмен опытом в сельском хозяйстве. Я думаю, мы будем после этого взаимодействовать в развитии спорта, обмениваться опытом в развитии сельского хозяйства. Мы видим, что много положительного существует в Волгоградской области, которое мы хотим перенести сюда, на нашу республику, на Симферопольский район. Вы смотрите наши новости, не переключайтесь. Искусство и духовно-нравственные ценности. Впервые на полуострове стартовал кинофестиваль «Святой Владимир». Длителя нужно воспитывать все время, каждый день. Восемнадцатый год в Крыму на официальном уровне вспоминают события Альминского сражения. Позиция русской армии была так называемая фланговая. Она была, можно так сказать, растянута. Управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России в Крыму привлечет к ответственности пятерых сотрудников Евпаторийской полиции. По следующим статьям дача взятки в особо крупном размере и дача взятки по предварительному сговору группы лиц речь идет о 80 тысяч рублях. По данным следствия, сотрудники полиции за определенное вознаграждение покровительствовали одному из крымских частных предпринимателей, содержащему массажный салон. С июня по сентябрь 2015 года подозреваемые получили от местного предпринимателя взятку в размере 210 тысяч рублей за общее покровительство и не привлечение его за те нарушения, которые могли быть выявлены в ходе деятельности его салона. Санкция пункта А, части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы, либо штраф от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки. Какие именно услуги, помимо массажа, там предоставлялись, следствие еще только выясняет. Тем не менее, задержанные уже готовятся к судебному процессу, по которому им грозит внушительное взыскание. Сергей Ернев покинул должность генерального директора государственного унитарного предприятия «Крымтроллейбус». Решение было принято Министерством транспорта Республики Крым. Напомним, Сергей Ернев занимал пост генерального директора «Крымтроллейбуса» полгода. Вновь полуостров посетили иностранцы. На этот раз в Крым приехала молодежь из Польши с лауреатами конкурсов «Знания о России» и «Чтение о русской поэзии». Встретился Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета Министров Республики Постоянный, представитель Крыма при президенте Российской Федерации. Вместе с польской молодежью он вспомнил, как полуостров вернулся в состав России, а также сказал о крымских достопримечательностях. В свою очередь, впервые прибывшие в Крым юные лауреаты поделились своими первыми впечатлениями. Я думаю, что для вас, если вы написали бы такое сочинение или работу о русских корнях Крыма, вы могли бы исследовать эту тему глубоко и прийти к своим собственным выводам. Городской совет Симферополя организовал масштабный субботник на улице Красноармейская. Убирали двор возле третьего дома. Граблями и метлами вооружились представители Госдепартамента столичной администрации, Горсовета, а также самые активные жители дома, которых о субботнике предупредили заблаговременно при помощи объявлений на подъездах. За несколько часов двор очистили от мусора, спилили сухие ветки, покрасили бордюры и деревья. Акция не разово, уверяют в Горсовете, уже выбранные улицы для следующих субботников. Определяя дворы, особо нуждающиеся в уборке городские власти учитывают и мнение симферопольцев. До конца года они планируют максимально охватить территорию столицы. Мы просто поочередно назначаем субботники. Там при встречах с жителями мы договорились, что проводим, вот сегодня проводим здесь субботник, на следующие там, ну я не знаю, через какое-то время, может быть через неделю, может быть через две, у нас большой субботник Новоровского 60 будет проходить. Вообще у нас уже как бы стала доброй традицией, совместно с исполнительной властью, вот на, каждые депутаты проводят субботники на своих округах, поэтому как бы сегодня красноармейская. Мы сейчас соберем мусор, и чтобы он тут не оставался, не лежал, конечно же, мы сразу загрузим машину и сразу вывезем, чтобы после себя оставить порядок. В Севастополе состоялась торжественная церемония открытия первого фестиваля духовно-нравственного и семейного кино. «Святой Владимир» документально, исторические, биографические и игровые фильмы, отснятые со скромным бюджетом, но с любовью и широкой душой обещают не только порадовать зрителя, а, возможно, подтолкнуть к переоценке ценностей в своей жизни. О нем, так называется, фильм, которому выпало участь стать первым на открытии фестиваля духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир» в Севастополе. Известный актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов приехал, чтобы лично представить его зрителю, а заодно и поговорить о роли кинематографа в патриотическом воспитании будущего поколения, в котором, по мнению известного актера, участвовать должны не только работники кино и театральной сцены. Зрителя нужно воспитывать все время, каждый день. Вы знаете, это длительный процесс, как обучение в школе, это должно происходить все время, и этого не происходит пока. Хотя, в общем, государство очень много усилий, я вижу, как принимает, но надо больше. Это не только кинематограф должен этим заниматься, а еще все, и школа, и радио, и телевидение, и газеты, и интернет. Но вешать на одно кино дело воспитания молодежи, или вкуса у целого поколения, нечестно. И вот волнующий момент открытия церемония завораживает классической музыкой и чередой визуальных образов. Одеяние святого Владимира берет отчет духовное переустройство Руси, утверждением народной жизни, христианских ценностей, принципов духовного братства, любви к ближнему и любви, как основы семейных союзов, верности во всех ее проявлениях и способности к состраданию. Проводником этого великого переустройства была и остается православная церковь. Фестиваль духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир» проходит с благословением митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Его приветственное послание и напутствие зрителям передает помощник благочинного Севастопольского церковного округа, севченик Степан. В христианстве святость является одним из главных понятий. Святость каждого из нас зависит от того, насколько мы близки Богу. Что же необходимо сделать, чтобы стать нам согражданами святыми и своими Богу? Конечно, стремиться исполнять волю Божию, подражать житию святых угодников и тем паче такого святого, как равноапостольный князь Владимир. Фильмы, представленные на фестивале «Труд тех, кто по-настоящему верит в свое дело», объясняет одна из участниц, кинорежиссер Алла Доценко. Документальные и биографические картины призваны дать толчок к развитию духовности и человеколюбия будущему поколению зрителей. Мне очень приятно, что вот этот вот фестиваль наш, он сейчас взял для показа фильмы, которые сделаны людьми, но не ради денег, не ради славы, а вот ради именно вот этой темы – духовно-нравственного совершенствования человека. Вот мы свой фильм, например, сделали на голом энтузиазме. А вот членам жюри, по мнению председателя судейской коллегии Натальи Бондарчук, предстоит сделать действительно нелегкий выбор. Определить победителей, уверенно известный кинорежиссер, будет непросто. Главное – это вот эти картины, даже в маленьком виде, я увидела, что это бриллианты. Что это, слава богу, что есть люди, достойные люди, которые снимают сейчас необходимое дело. Вот то, которое вы увидите на фестивале. Организаторы фестиваля уверены – мероприятие станет ежегодной доброй традицией и со временем обретет аудиторию, выходя уже на более масштабный всероссийский уровень. Сегодня замечательный корабль под названием «Святой Владимир» сходит со стапелей в свое первое плавание. Хочется пожелать ему огромных просторов. Хочется пожелать, чтобы его пассажирами были замечательные, одаренные и талантливые люди. И давайте пожелаем, как желают севастопольцы, 7 футов под Келем. Егор Петруни, Николай Гришко, служба новостей ТВ, Севастополь. Россия отмечает Международный день мира, празднование которому уже более 30 лет. В Крыму поддержат в Ялте. 5 октября в Ливодийском дворце пройдет уже второй форум мира. Это церемония награждения наиболее выдающихся представителей культуры, политики и науки. Номинанты, которых уже сейчас больше полутора сотен, по мнению организаторов, внесли весомый вклад в продвижение идей мира за год. Среди участников форума представители трех континентов – стран Европы, Южной Америки и Азии. Это люди культуры, или это промышленники, или это военные. Это совершенно не важно. Важно то, что человек вкладывает в мир, в существование доброго и прекрасного. Поэтому мы, конечно, тоже от культуры, от нашей общественной жизни подали кандидатуры, как примет решение в альянсе «Миротворец», как они будут рассмотрены, мы увидим уже на церемонии награждения. Крым представил самый большой список – порядка 70 номинантов. Среди них прокурор Наталья Поклонская, глава республики Сергей Аксенов, митрополит Лазарь. Хотя общий список уже насчитывает 150 человек, организаторы все еще заняты поиском кандидатов. Их утверждает специальная комиссия в Москве, в которую входят композиторы Юрий Антонов и Игорь Крутой, художник Никас Сафронов и другие деятели искусства. Доктор Лиза всем известна, Елизавета Глинка. Ее вклад в дело в мир, мне кажется, очень сложно переоценить. Будет Павел Астахов, человек, который занимается детьми. Будут писатели, будут ученые, будут бизнесмены, журналисты. То есть все эти люди, наши главные критерии, по которым мы выдаем наши награды, это не то, сколько человек зарабатывает или насколько он, не знаю, успешен или известен. То есть там фамилии какие-то будут и не очень известные. Также в рамках форума пройдет кинофестиваль «Я люблю мир», на котором свои работы презентуют как профессионалы, так и любители авторского киноискусства. 20 сентября в Бахчестарайском районе прогремели пушки. В поселке Вилино у устья реки Альма собралось большое количество участников военно-исторических клубов России, чтобы провести реконструкцию событий Альминской битвы. На поле боя побывала Эвелина Белошапка. В 1854 году в Альминском сражении сошлись 35 тысяч русских и 60 тысяч солдат противника. Несмотря на то, что российские войска проиграли, им все-таки удалось отступить в Бахчестарай и открыть путь союзникам к Севастополю. Позиция русской армии была так называемая фланговая. Она была, можно так сказать, растянута, излишне растянута. Поэтому и, собственно, и было проигранное сражение из-за сильной растянутости фронта. Русскую армию тогда возглавлял генерал-адъютант князь Александр Меншиков. Он располагал 35 тысячами солдат. Для обороны он выбрал позицию на левом берегу реки Альма. Боевой порядок союзных войск состоял из четырех французских и одной турецкой дивизии. На правом и пяти английских дивизий на левом фланге, прикрываемом конницей кардигана. Здесь исторически мы захватили батарею и на ней все доблестно полегли, как это и было исторически. И во время войны крымской все, ну, она, можно сказать, последняя война джентльменов, когда британские русские офицеры помогали, если находили раненых, помогали им. И здесь у нас заканчивалось тем, что британский офицер шел к русским договариваться о перемирии, что в этот раз у нас и получилось сделать. Традиционно уже восьмой год к реконструкции альминских событий участники проходят длительную подготовку, тщательно изучают историю тех времен и подбирают амуницию. Причем к последнему участники подходят более чем ответственно, ведь в костюмах важно все до мельчайших деталей. Мы воспроизводим все действия, все команды в абсолютной точности, как было по уставу французской армии на период Крымской войны. Оглушительно бьют пушки, стреляют ружья, а на поле боя лежат раненые и убитые солдаты. Окунуться в атмосферу 1954 года съехали с тысячи людей из разных городов России, а также первые лица полуострова. У нас есть еще планы, и слава богу, законы Российской Федерации нам это позволяют, и мы сейчас прорабатываем этот вопрос, сделать поле альминского сражения достопримечательным местом. Есть теперь такой новый правовой статус, и вот сейчас мы будем заниматься этим вопросом, потому что мы очень хотим, чтобы фестиваль оставался традиционным, не только годы, но и десятилетия. И, конечно, мы должны подумать о том, какую помощь бы нам оказать реконструкторам, чтобы привлечь побольше, особенно молодежи, привлечь побольше к этим занятиям в патриотических клубах. По мнению гостей фестиваля, реконструкторам удалось воссоздать атмосферу баталии. Грандиозная действительно, действительно масштабная реконструкция, и очень серьезные костюмы, очень красивые декорации, очень интересно это все смотреть со стороны, потому что одно дело, когда это в книжке на картинках, а другое дело, когда вживую ты действительно смотришь, насколько это интересно, и насколько эти были яркие костюмы, они, возможно, были неудобные, как это все происходило на самом деле. С 1997 года на Альминском поле ежегодно проходят митинги и панихиды, посвященные памяти русских воинов, погибших в Альминском сражении. Евелина Белошапко, Николай Гришко, Служба новостей и ТВ, Бахчисарайский район. Таким увидели этот день наши журналисты. Я прощаюсь с вами до завтра. Прямо сейчас Тарас Брезицкий вам расскажет о новостях спорта. Симферополь отметил день без автомобиля. Сотни горожан поучаствовали в масштабном велопробеге, приуроченном к всемирной акции. На двухколесный транспорт пересел и председатель городского совета Виктор Агеев. Каждую минуту в сканере расходят автомобили. Конечно, мы это чувствуем. Сегодня по городу он не предрасположен к такому количеству автомобилей. Сегодня загруженность сумасшедшая. Поэтому, я думаю, что дети наши, подрастающие поколения, они уже это понимают, знают и будут, конечно, по-другому себя вести. Как оказалось, в Симферополе масса приверженцев здорового образа жизни и экологически правильного транспорта. На заезд вышли представители самых разных профессий и возрастов. Самые маленькие участники допускались лишь в присутствии старших родственников. Некоторые велосипедисты-любители выехали на городские улицы в рамках велопробега. Уже не впервые их цель – не только показать примером, что от авто можно отказаться хотя бы на выходной. Опытные участники акции не могут найти общий язык с любителями езды на четырех колесах, а поэтому мечтают о появлении в городе специализированных велодорожек. Велосипедисты не считают участниками движения, поэтому, выезжая на дорогу, отвергаясь большому риску быть сбитым автомобилем. Велосипеды, конечно, дорожки нужны. Все ругаются, но мы все равно катаемся, будем поддерживать экологически чистый транспорт. Больше всего нас не любят автомобилисты как раз. Я считаю, что акция очень правильная, акция такая нужна. Велосипедные дорожки надо, конечно, организовывать, строить по дорогам, двигаться велосипедистам тяжело. Некоторые с пониманием относятся, некоторые поджимают автомобилями, всячески нервно относятся к велосипедистам на дороге. То есть спорт – это здоровье, я считаю, надо прививать это детям и взрослым. День без автомобиля отмечается в большинстве стран мира. Симферопольские участники акции преодолели немалое расстояние. Традиционно старт был дан на площади Ленина. Затем группа отправилась на Заветскую, миновав улицы Ленина, Воровского, Киевскую и Куйбышева, вернулась на место старта. Таврия сохранила лидерство в турнирной таблице чемпионата Крымской премьер-лиги. Симферопольцы в центральном матче тура обыграли Ялтинский Рубин, который после четырех поединков был ближайшим преследователем столичной команды. Свои претензии на победу гости продемонстрировали уже в дебютном отрезке. К 22-й минуте Таврия вела в счете 0-3. Открыл счет Заур Казиев, удачно загравший в штрафной площади Ялтинцев после аута. Спустя всего три минуты ТСК удвоило преимущество. Точный удар после паса Максима Приходного нанес Антон Монахов. И, наконец, сам Приходной поставил точку в очередной атаке лидеров гонки. Все, что сумел Рубин в оставшееся время, это забить гол престижа. Его вскоре после перерыва себе в актив записал Дмитрий Бровкин. Таврия выиграла со счетом 1-3 и после пяти туров возглавляет таблицу с 13-ю набранными очками. В следующем матче соперником симферопольской команды станет Керченский океан. Осечкой Рубина воспользовался Севастополь. На выезде в Евпатории на арене Крым моряки обыграли одноименную команду с результатом 1-2. Уже в дебюте СКЧФ удалось поставить противников в неудобное положение. Это отличился ветеран и лидер Севастополя Александр Жабокритский, переигравший Виталия Троцкого. Шла шестая минута. Тот же Жабокритский и удвоил преимущество, забив Евпатория на сороковой минуте. Еще до свистка на перерыв хозяевам удалось оживить интригу. Удачно своим моментом распорядился форвард Евпатория Александр Борщ. Однако более чем за тайм соперники так и не смогли расписаться в воротах друг друга. В итоге 1-2 и Севастополь потеснил Рубин с второй позиции. Играть на таком поле это преступление. В Крыму играть на искусственном поле. У нас три человека получила травмы на этой игре. У нас люди еле доходили, потому что невозможно играть на этом поле. В жару ноги просто горят, они сгорают. Команда, которая тренируется постоянно на этом поле, она имеет преимущество. Те команды, которые сюда будут приезжать, я не завидую ни одной команде. Еще раз говорю, это преступление играть на таком поле, имея два зеленых поля. Точно так же люди стояли за забором, точно так же люди смотрели эту игру. Мы вышли одну тренировку в понедельник, попробовать поле. На вторник я уже не смог этого сделать, потому что 5 человек не могли нормально передвигаться. Ну реально, понатягивало спины, мышцы, колени. Есть ряд футболистов, которые когда-то, скажем, получали травмы, связанные коленные суставы, голеностопы. Если там, то на этом поле нужно длительное время готовиться для того, чтобы потом можно было уже в игре применять это поле. Ну, игра есть игра, вышли, все играли. После пяти туров у Севастополя 9 очков. Это на пункт больше, чем у ялтинцев. Теперь моряков ожидает игра с Бахчисараем, занимающим в таблице трет последнюю строчку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова